Согласно матрице эпидемиологической ситуации, Казахстан с 26 июня находится в красной зоне. В красной зоне сегодня находятся 9 регионов – города Нур-Султан, Алматы и Шимкент, Атырауская, Карагандинская, Западноказахстанская, Павладарская, Акмолинская и Мангистауская области. В желтой зоне 6 регионов, среди них и наша область, и лишь 2 региона находятся в зеленой зоне. С учетом распространенности дельта штамма за последние 2 недели, по сравнению с предыдущими 2 неделями, в целом в республике отмечается подъем заболеваемости практически во всех регионах. Рост заболеваемости составил 1,9 раз. Согласно ежедневного мониторинга коечного фонда, в разрезе регионов по состоянию на 8 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 37%. Марат Шаранов рассказал и о работе системы АШИК. Так, на сегодняшний день благодаря АШИКу удалось выявить 12 тысяч нарушителей самоизоляции. Всего же вошли в систему более 13 тысяч объектов всех сфер деятельности. Зарегистрировано более 4 миллионов пользователей. Как отметил вице-министр, благодаря внедрению АШИК предотвращено от 30 до 40 тысяч новых заражений. С момента внедрения этого приложения АШИК выявлено порядка 12 тысяч нарушителей карантина. Из них 5959 больных с положительным результатом теста и 5770 контактных. Больными не вакцинированным, контактным, правило предписывает обязательный домашний карантин. О чем говорят эти цифры? Каждый больной с COVID-плюс может заразить до 5 человек, а каждый COVID-контактный еще по одному человеку. На брифинге выступила и председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Исмагомбетова. Она отметила, что с января заболело 28 тысяч детей, в том числе 54 новорожденных. За 7 дней июля зарегистрировано 1682 случаев среди детей. Заболеваемость среди детей в удельном весе выросла. Дети сегодня болеют коронавирусом чаще, нежели в начале года. Но, по ее словам, дети продолжают болеть в легкой и бессимптомной форме. Когда мы говорим 60% коллективного иммунитета, по сути, это практически все взрослое население Казахстана. И вот детей у нас, которые сегодня не вакцинируются, это порядка до 18 лет порядка 6 миллионов. То есть, чтобы защитить наших детей и создать 60% коллективный иммунитет, вот как раз все взрослые должны вакцинироваться. Потому что детям нельзя, беременным нельзя. И вот эта прослойка, она для нас как раз и критична. То есть, мы все взрослые, вакцинировавшись, должны защитить тех, кому нельзя вакцинироваться сегодня по каким-то причинам. Вице-министр здравоохранения рассказал и о том, что если заполняемость коечных мест в стране будет свыше 70%, то будет подниматься вопрос о локдауне. На данный момент заполняемость по стране 37%. Также он отметил и нарастающие темпы вакцинации за последние недели. В среднем по республике ежесуточно прививается от 80 до 100 тысяч человек. Алияда Смагамбетова, РТН